Всем привет, девчонки и мальчишки! Это видео о том, как я буду перевоплощаться в образ Офис Сирены. Сейчас это очень модно. Начну с того, что кто такие Офис Сирены? Это зародился такой новый крутой стиль. Я это узнала от блогерши Айсберг, Ксюши Айсберг. И она это рассказывала о своих распаковках. И меня это очень заинтересовало. Я начала шерстить ленты Pinterest. И вот что я поняла. Офис Сирен, обычный макияж, стоит из тонких бровей, выбеленная зона под глазом, обязательно хорошенький тон, смокий Айс чаще всего, и еще четкий контур губ, который такой прям сочный, красивый, сексуальный. Обычно такой мейкап делают такие модные девчонки. Также сегодня я буду делать не только мейк, но буду перевоплощаться в этот образ. У меня вроде бы есть похожая одежда, есть очки, сейчас покажу. Поэтому образ сегодня будет топовый. Кстати, эти очки без диоптера, без ничего. Я специально их оторвала. Они вообще были солнечными. Такой мини-лайфхак. А еще я бы хотела вас попросить, чтобы вы поставили лайк на это видео, написали комменты, понравилось ли оно вам. Итак, в принципе, мой арсенал вот все здесь. Я буду вот так краситься, надеюсь, будет все видно. Волосы я соберу, пожалуйста, с помощью этих крутых очков, чтобы уже байб офисного... Офисной сирены присутствовал. Я лицо уже подготовила, намазала крем увлажняющий. Поэтому я, пожалуй, начну сразу же с тона. У меня, к сожалению, нету спонжика. У меня нет спонжика, и поэтому я буду наносить все руками. Это тон от Evelyn Longer Match. Девочки, хороший тон, достаточно бюджетный и крутой. Обычно я ношу пальцы, а потом вот так точечно распределяю. Не люблю, надо наносить очень много тона. Я считаю, это не обязательно. Мне интересно, девочки и мальчики тоже. Вы вообще слышали про офисных сирен, про это направление? Помните, вообще, был такой момент... Извините, пожалуйста, мне позвонили родители. Поэтому я сама как-то накрасила по инерции лицо. В принципе, ничего тут сверхъестественно не произошло. Я просто размазываю. На чём я там остановилась? Помните, были такие культуры? Даже не культуры, коры. Ну, короче, направления моды, как альтушки, дрейнерши, ye girl, be girl, girl, soft girl. Помните такое? Я помню. И мне, на самом деле, вот это вот направление очень нравилось. Я пыталась под эти стандарты, так сказать, подписываться. Дальше что я хочу сделать... Надо же остаться у брови прикрыть. Так, берём тон. Сначала тон постараюсь брови убрать. Сделать их тоньше. Да, убрать брови. У меня ещё брови в последнее время такими густыми стали. Прям... Я в шоке. У меня таких густых бровей вообще не было. А ещё, знаете, я бы хотела снять видео, вторую часть, про мои ужасные свидания. И я, кстати, как раз-таки пишу сценарий по поводу этого. Дальше что я делаю? Где мой concealer? Конциллер у меня камуфляж. Такой. Он немножко темнее, конечно, моего тона. Тон вообще не подходит к пальцу. На нос. Под глазиком. В принципе, этот консилер норм. Но говорят то, что она быстро морщины запутает. А это нехорошо. Ну, по бровям, что я могу сказать. Но они стали достаточно светлее. Конечно же, я тоже наношу пальцем. Ничего в этом плохого я не вижу. Пальцы, я считаю, это самый лучший инструмент, который может быть. Итак, что-то мы плохо скрыли бровки. Тон уселся. Надо еще побольше нанести, считаю. Почти без бровей. Согласны? Ставьте лайки. Я посмотрела мой референс. Я буду делать темные смоки, красивые губки. Мне на самом деле очень непривычно краситься на камеру. Я вообще так практически не делала. Последний раз я так снимала, где-то два года назад, примерно. Кстати, я сейчас буду рисовать брови. Я не показала. У меня это помада от Luxe Visage. Вот такой. Brown Bar. Сейчас самое главное — нарисовать красиво бровки. Нормально то, что у меня эта помада смешивается, блин, и становится каким-то серым. Это ненормально. Поэтому я буду брать из такой прекрасной палетки, которая повидала жизнь, как видите, такой цвет. Нормально? Мне кажется, нет. Девочки, если что-то не так, простите, я очень сильно стараюсь. Первая бровь готова. Почему-то мне очень не нравится, как получилась моя бровь. Выглядит очень странно, как будто бы я накрасила в 2016 году. Видели, как я тогда красила? Я потом вставлю. У меня были такие ужасные брови, на самом деле. И я считала, что они норм. Хотя мне мама говорила, не краси так брови, не краси, не краси. Такая, нет, я буду краситься. Просто кажется, я не то делаю, вам не кажется? Когда кажется, это крестиция. И так, я вроде бы вернулась к вам более-менее нормальными бровями. Я вырезала их с помощью консилера. И сейчас я понемножку исправляю. И делаю их такими, какими надо. Дальше я хочу сделать, девочки, мальчики, контур. Я вообще недавно для себя открыла контур лица. Я вообще не делала контур. Мне такая, короче, тупая кисточка, которая предназначена для пудры. Но я ею делаю вот так. Беру пальчик. Так, как девочки учили делать контур? Находим. Вроде бы... Не, ну где-то бы здесь, короче. Девочки, я не умею. Чего я вас учу? Достаточно контур. Таких девочек, модных девочек, обычно такие острые черты лица. У меня не такие острые, к сожалению, или с счастью. У меня такие более овальные. Поэтому я могу быть и кьюти гэл, и бич. Ну, как вы видите, я переехала. И теперь не живу в той квартире по определенным обстоятельствам. Пока что не хочу говорить, каким. Но когда-нибудь скажу. Читаем, нужно начинать делать айс. И, наверное, сделаю один глаз, потом приду к вам со вторым. В общем, я узнала, что обычно они выбеляют. Они выбеляют глаза вот здесь. Я забыла это слово, извините. И буду я сейчас их выбирать с помощью таких теней. Таких. Вот у меня тут есть бели цвет. В последнее время я очень сильно хотела снять какое-нибудь видео, потому что я постоянно пропадаю на месяца. И мне это очень не нравится. Я хочу вести блог, я хочу рассказывать всё людям, что у меня в жизни происходит. Но почему-то постоянно что-то такое случается, что никак руки не доходят. И нужно это исправлять. На самом деле так нельзя делать. Если раз моя мечта — набрать определенное n-ое количество подписчиков и вообще стать медийным человеком, я этой мечты добьюсь. Так, ещё в последнее время я начала изучать... Не то, чтобы изучать, а интересоваться эзотерикой. Меня эта тема очень привлекает и очень... Так, нормально выглядело. Я раскладываю картишки, дорожки раскладываю. Мне это тоже доставляет удовольствие. Мне это нравится. Если, девочки, мальчики, у вас появился интерес, спросите у меня, какой у меня вопросик на карточках, как тару, напишите мне. Я оставлю ссылку. Я оставлю тега и канал. Ссылка на мой тега, где вы можете спросить у меня вопрос. Я заметила, что у офис-сирен вот выбеленные складки, выбеленные бейки, и потом они начинают обводить чёрным цветом, делать такие чёрные стрелки, растушёванные. Итак, чем же я буду всё это делать? Скорее, этой же крутой кисточкой. Только теперь набираю чёрный цвет опять с этой же пиздатой палетки. Вот. Начинаю я вот отсюда, снизу. Мне нравится снизу начинать. Вообще, вам какие стрелки нравятся? Нравятся, которые вот так прям идут, или которые идут более так по-лисьям. Мне в последнее время нравится делать азиатский мейкап. Это прям... Не знаю, меня это привлекает. Кстати, забыла вам сказать, что может быть хоть какое-то шумование на фоне, потому что у меня там попугайчики. У вас вообще есть интересные домашние животные? Если есть, то напишите, какие. В принципе, вот такая стрелочка получилась. Сейчас мы будем растушевывать с помощью вот такой кисточки, которая лезет в нос. Я помню, говорила одна знаменитая, прекрасная блогерша Марина Лакшестова вот с такими кисточками очень удобно растушевывать. А, кстати, я хочу рассказать еще об одном увлечении. Это камни. Натуральные камни, которые сейчас находятся у меня на руках. Такие красивые камушки. Мне они очень нравятся. Это лунный камень, а это аметист. А это сердолик. Я считаю, они мне в жизни нормально так помогают. Я их заказала на вебе. Если вам интересно, могу снять про это видео. И там, в этом видео, оставить ссылочку в описании. Потому что я уверена, что они натуральные. Я уверена. В принципе, этот глаз выглядит примерно как-то так. Или немного как-то, я бы даже сказала... Я не знаю. Как выглядит этот глаз. Сейчас вернусь со вторым. В принципе, я вернулась. И выглядит примерно вот так. Мне кажется, мне уже идет... Правда, знаете? Вот такой мейк мне тут напоминает имя Анжелика. А меня зовут Анжелика. Интересно, почему? Вот, я сделала себе вот стрелочки. Но я думаю, это еще не все. И сейчас я хочу приступить к румянам. Я заметила то, что они румяна не так сильно используют. Поэтому я буду наносить их не так много. Наношу, конечно же, я из этой же палетки. Что я наделал? Наношу, конечно же, я из этой палетки. Наипрекраснейшей. Которая попала мне под ноготь, блядь. Так. Наношу сначала вот сюда. Потом только вот сюда. Уже похоже на сирену? Еще я заметила, что я не делаю стрелки. Поэтому я тоже буду делать стрелки с помощью вот такой. Что это? С помощью такого линера для глаз. Вот я сделала. Я еще заметила то, что они хайлайтеры не так часто используют. Но я хочу использовать. Мне нравятся хайлайтеры. Буду я использовать вот такую штучку, мини-пипку. Это даже не хайлайтер, а как гель сверкающий. Я купила тоже их давно. И они меня полностью устраивают. Но я все равно хочу еще хайлайтер сделать. Вот такой у меня хайлайтер от Influence. Он полуживой у меня. Потому что я пользуюсь им. Так, сделать губы. Так, каким же цветом я сделаю губы? Так, что так, так, так. У меня есть такая помада от Influence Beauty. Она вот такого коричневого цвета. Но я считаю, нужно сделать еще контур губ таким темненьким. И этот контур губ я, наверное, сделаю с помощью карандаша для бровей. А, блин, я же не сделала ресницы. Больше у меня от Cabaret такая. Я спиздила маму. Случайно это получилось. Оно, в принципе, вообще классно красит. Мне нравится. Поэтому, походу, я случайно себе положила. Глазки я накрасила. Сейчас я буду делать губы. Я заметила то, что именно сиреной делают такой прям острый кончик. Вроде бы, если меня не ошибаюсь. Поэтому я тоже сделаю. Уже сирена? Похоже. Ну, девчат, похоже. Похоже на офис сирену. Я думаю, вообще пиздато. Осталось только собрать образ. Так, я сейчас выгляжу подобным образом. У меня есть... У меня есть вот такая рукошка. Ну, я думаю, она не так подходит. Надо более такую облегающую. Вот. Она такая на облегающем. Я не знаю, мне волосы надо как-нибудь собрать. И так же. Это у нас такую классную цепочку сюда. Красивую. Такая у меня полосатая юбка. Я ее надену. И сейчас встретимся. Я надела вот юбку. Примерно выглядит в целом вот так. И уже напялила галстук. В целом, примерно таким образом. Что-то сюда не подходит, я считаю. Мне кажется, больше эта рубашка. Она как-то не так обтягивает, как надо бы. В общем, девочки, мальчики, как-то так все выглядит. Посмотрите только. Похоже на сирену. На офис сирену, я считаю, да. Мне бы еще пиджачок накинуть, и все. Но мейкап, я считаю, мне прям... Очень хорошо подходит. Особенно с этими очками. Я прям такая сиреночка. Но я думаю, мне нужно волосы собрать и расчесать. Давайте как раз таки так и сделаем. Все, берем наш hair. Извините, конечно, то, что у меня видео такое... Не такое яркое и сочное. Потому что мне не хватает цвета. Я же только начинающий блогер. Но, надеюсь, ничего плохого нет. Такая немножечко уставшая сирена. Очки. И... Готовы. Ой, извините, я забыла ваши отчеты. Простите, пожалуйста. Надеюсь, вы меня простите. Знаете, что такое вайб? Скорпионки какой-нибудь. Скорпиона. Но если вот так натянуть... Я считаю, вообще попало. Я, кстати, заметила то, что сирена надевается в черный цвет, примерно. Давайте сделаю один маленький штришок. Возьму резинку и завяжу. Ну, как вам? Я считаю, вообще отлично. Считаю, вышло на все сто. Так что, если вы считаете так же, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Напишите в комментариях, похожа ли я на офис. Сирену. Принестили вам папочки. Поэтому... Всем спасибо за просмотр. Спасибо за лайки. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Всем пока.